Шеф, ну расскажи нам простым путинцам, что состоит? Программа-то Навального, ты же изучал вчера? Да, я вчера очень внимательно изучил программу кандидата в президенты Российской Федерации, господина Навального. Пришел к выводу, начинается все с самого главного. Навальный, его штаб, очень подробным образом описывает, как на его счета предвыборные можно перечислить деньги. С карты на карту, с банка на карту. Это очень тщательно описано было. Это основное. Да, это основное, с чего начинается всегда выбор у господина Навального. Я тоже изучил, в общем-то, не буду сейчас распространяться, времени мало. Но тезисно. У него, значит, первое, победить неравенство. Для того, чтобы победить неравенство, господин Навальный говорит, что в 2018 году он установит минимум заработной платы 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей в 2018. Это будет еще меньше, чем в 2017, например. Вот он откуда берет такие цифры, сказать трудно вообще. Вот почему именно 25, а не 35, не 45. В здравоохранение он собирается там вложить денег в два раза больше, чтобы какой-то достойный уровень, чуть ли не европейский это. А какой европейский? Какой уровень здравоохранения европейский он не описывает. В общем, вода какая-то эта самая. Победить коррупцию, следующий у него там тезис. Ну, тут уж вообще, я там просто не буду перечислять, там вообще просто слова, слова, слова. Самый, вот тоже один из прикольных таких, этих, победить Москву. Ага, москвичам нравится. Москвичам, да, особенно понравится, что он собирается их победить. Ну, там речь идет о том, что денег больше оставлять регионам, Москва там, что-то такое. Регионы сами будут решать свои вопросы, то есть, муть там тоже несусветная, конечно. Победить изоляцию. И вот тут вот в изоляции у него выгоднее торговать, а не воевать, он сказал. Ну, во-первых, он там пообещал прекратить военные операции в Сирии и на Украине в случае своего прихода. Ну и кроме того, мы прекрасно знаем изоляцию. Запад нам предлагает прекратить с нами в обмен на Крым. Соответственно, господин Навальный собирается отдать Крым и прекратить изоляцию Российской Федерации. Вот таким образом. Соответственно, даже после этого тезиса уже можно сказать, что он никогда не победит, потому что ни один нормальный россиянин не проголосует за человека, который хочет отдать часть территории Российской Федерации. Ну, можно было бы на этом остановиться, но, думаю, нам все-таки надо дойти до конца. Вот еще один тезис. Победить силовиков. Кстати, он последний. Вот эти вот. Что это означает, сказать сложно. По всей видимости, он собирается... Что-то тут вот из милиции человеческой, лицо там, полиции там, и что-то всякая муть. Ну, видимо, силовиков вообще отстранить. Этот человек говорит вот при том, при всем, что его руководитель его так называемого спецназа, некий господин Мальцев, сам является силовиком. Ну, понимаешь? А кто такой Мальцев очень? Мальцев это Вячеслав Вячеславович, парень из Саратова, который там закончил юридический саратовский, милицейский, так помнишь, это. Потом в погранвойска, ну, соответственно, ты же понимаешь, где он там это. Потом вернулся, наверное, это имеет отношение, явно имел ко всему, чему. Ну, это там охранное агентство частное у него. Человек все доволен. Да. Был несколько раз там депутатом саратовской этой. Потом, видимо, отстранили или чего-то не дали. И он стал яростным оппозиционером. В 17-м году он обещал устроить революцию и изничтожить нашего президента Путина. Ну, 2017 год это это. Значит, вот такие вот, значит, дела. Значит, я думаю, вот таких, как вот этот Вячеслав Мальцев, господин Навальный собирается использовать в случае или своей нерегистрации кандидатом президента, или невыигрыша. То есть у этого Мальцева, человека с низкой социальной ответственностью, есть якобы несколько сотен боевиков, не боевиков, ну, таких активных ребят, которые могут участвовать в уличных баталиях. И вот он на них очень серьезно надеется. Это либерал Навальный собирается таким нелиберальным способом решать вопросы. По всей видимости, они хотят устроить Майдан в случае там, тем более, примеры есть. Им кажется, что это вот-вот уже и тут получится просто. Господина Навального я тоже хочу, конечно, предупредить, что когда он со своими приспешниками выйдет на улицу, то мы уже его будем там ждать.